Здравствуйте! В эфире программа Дело Номер. Как всегда в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Столкновение сразу четырех автомобилей произошло в центре Кустаная. Пострадала жительница города. Видео с места происшествия прислали нам наши зрители. По информации полиции, вечером 22 сентября 61-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по улице Кайербекова в направлении Кожубы, неправильно выбрав скорость движения на перекрестке с улицы Толстого, совершил столкновение с двумя автомашинами марки «Тойота» и автомобилем «Ниссан». В результате ДТП 42-летняя женщина, водитель одной из «Тойот», получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения. У водителя «Лексуса» взята кровь для проведения глубокого анализа. Еще одно происшествие с автомобилем произошло в одном из дворов в центральной части города. Примерно в два часа на территории жилого комплекса «Жанакала» загорелся автомобиль ВАЗ-2114. Жильцы одного из домов сняли происходящее на камеру мобильного телефона. По информации при службе ДЧС Кустанайской области, прострадали и два стоящих рядом автомобиля, но частично. Прибывшие пожарные локализовали пожар через 20 минут и еще через 15 ликвидировали его полностью. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших среди людей нет. 15 преступников, находящихся в международном розыске, задержали куснайские полицейские за два дня проведения межгосударственной операции «Розыск». Двоих из разысканных отыскали на территории стран СНГ. Как сообщили сотрудники Управления криминальной полиции областного полицейского департамента, пять человек из этого числа разыскивались за совершение особо тяжких преступлений. Один из них гражданин Таджикистана. Преступление было совершено в декабре месяце 2019 года по улице Складская на рынке. Четыре молодых парней, распылив слизистачивый газ в отношении гражданина, отняли у него 2 миллиона тенге. После чего трое были осуждены, а один в ходе операции установлен в республике Таджикистан. Кроме того, в Кустанайской области сотрудниками криминальной полиции города Табыл в ходе операции задержан 26-летний уголовный преступник. Гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение разбория на территории Нижнего Новгорода. Преступление было совершено в 2018 году в июле месяце, где также группа молодых людей по предварительному сговору у 31-летнего мужчины отняли деньги на сумму более 8 тысяч рублей. Также были задержаны 12 преступников для стран СНГ и 2 безвести пропавших. Вандал разгромил пандус Лисаковский. Неизвестный оторвал перила от подъема в центре города. Процесс порчи попал в объектив камеры видеонаблюдения. В один из последних вечеров, как сообщается в инстаграм-аккаунте Лисаковск Лайф, компания сидела на лавочке возле ДК «Союз». Один из парней начал громить пандус. Далее подъехал белый автомобиль, часть молодых людей села в него, другая часть парней ушли с девушками в сторону 4-го микрорайона города. Автор публикации выражает надежду, что виновного в разрушении униципального имущества найдут. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кустанайской области, руководство городского центра культуры и спорта обратилось с заявлением о факте в отдел полиции Лисаковска. Сотрудники полиции приняли меры по установлению виновного лица, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Судя по публикации в инстаграме одной из жительниц Лисаковска, на это им понадобилось два дня. В отношении 19-летнего парня собран материал по статье «Мелкое хулиганство административного кодекса республики». Для начала уголовного производства суммы, причиненного ущерба является недостаточной. Мера воздействия на хулигана будет определена судом. 49 правонарушителей привлечено к ответственности в регионе в первый день проведения операции КАРУ. «Было изъято 5 единиц оружия, также составлено 39 административных протоколов за нарушение правил в сфере оборота оружия. 17 единиц оружия было сдано добровольно населению. 12 разрешений аннулировано на хранение и ношение оружия». Из пяти единиц изъятого оружия, три являются гладкоствольными охотничьими оружиями, одна – газовым пистолетом и еще одна – электрошокером. Оперативно-профилактическое мероприятие КАРУ продлится до 25 сентября. Что называется, по горячим следам задержали автоугонщика полицейские Федоровского и Коробовыхского районов. 58-летний житель райцентра Коробовых зашел в строительный магазин, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись минут через 10, мужчина не обнаружил своего автомобиля ГАЗ-3110 на месте и сразу же обратился в полицию. Дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские по камерам наблюдения увидели, как двое неустановленных лиц сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Сразу же были ориентированы на ряды полиции региона. Один из патрулей уже через 20 минут увидел, что угнанная машина движется по трассе в сторону Кустаная и остановил авто. В салоне находились двое мужчин. Задержанные оказались ранее судьбыми жителями поселка Коробалык. В отношении них начато досудебное расследование. Автомобиль возвращен хозяину. Досудебное расследование начато в отношении директора ГКП КТЭК. Об этом сообщила антикоррупционная служба. Оскара Бекпаганбетова подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и в том, что он покровительствовал коммерческой организации, предоставлял ей льготы в получении работ для ГКП и якобы даже управлял ею. Информацию антикоррупционщики не поясняют, однако подробности своей жизни и деятельности, пожалуй, рассказать нам сам фигурант дела. Досудебное расследование в отношении директора государственного коммунального предприятия Кустанайская теплоэнергетическая компания Акимата Кустаная начато антикоррупционной службой. Информацию об этом распространили сотрудники Кустанайского департамента республиканского агентства. Согласно ей, Оскар Бекпаганбетов подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности путем осуществления управления и покровительства коммерческой организации с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП. Также сказано, что расследование продолжается. Пояснение, какие конкретные незаконные действия совершены руководителем ГКП и в отношении какого предприятия антикоррупционщики не дают, но пояснить происходящее решил сам фигурант недавно открытого дела. Честно скажу, что я тоже был. Правда, я был немножко раньше уведомлен. Это было где-то на день раньше. И я тоже испытывал, честно говоря, недоумение. И сейчас я просто хотел бы высказать свое мнение по данной теме. Аскар Бекпакомретов предположил, что антикоррупционной службе не понравилось его взаимоотношение с ТО «ТЭМС» – теплоэнергомонтаж, строй. Он пояснил, что учредителем этого предприятия является трудовой коллектив ГКП «ТЭК» – его профсоюз. И создано оно было, чтобы заработать на упраздненную на фоне отрицательных показателей материальную помощь сотрудникам. «ТЭК» у нас 100% членов коллектива – это члены профсоюза. То есть у нас здесь все члены профсоюза. В начале 2018 года профсоюзный комитет создал это ТО для того, чтобы оно хоть как-то зарабатывало, помогало. Они когда обращались ко мне, спросили, могут ли они участвовать на конкурсе. Я сказал, что все это на общих основаниях. Еще одним основанием для создания ТО послужило упразднение в «ТЭК» ремонтно-строительного участка. Тогда были сокращены 14 человек. «Причина была предписание антимонопольного комитета, чтобы мы не занимались строительно-монтажными работами. То есть я как бы людей всех известили, мы с ними расстроили контакт. Но там были грамотные специалисты, каменщик ждукатуры, там все люди, которые там годами работали здесь на «ТЭК». Мы с ними, ну как бы я расстался, да, но профсоюз их подобрал и вот в это ТО устроил». От ТО только в 2018 году профсоюз получил более 2 миллионов тенге, из которых была перечислена помощь двум десяткам сотрудников, которые вышли на пенсию. 13 – прооперированным людям, 32 человека получили деньги на погребение родных и 25 – на рождение ребенка. Были и покупка путевок в детские лагеря и участие в акции «Дорога в школу». «У них отличительная особенность в чем? То, что они демпингуют. То есть на любой конкурс они выходят с минимальной ценой, поэтому, соответственно, у них и доход маленький. Насколько я знаю, там все, что у них там есть, это вот зарплата, а все, что остается, подметает профсоюз». «Залезть в карман этому ТО, которое контролирует там 750 человек, это я же не самоубийца, вот честно говоря». По словам Оскара Бекпаганбетова, в антикоррупционную службу его приглашали уже несколько раз, но все же четко о том, в совершении чего его подозревают, он пока так и не услышал. Побег задержанного человека из патрульной машины запечатлела камера видеорегистратора автомобиля на улице Кустаная. В сети появилось видео, как на одном из перекрестков города при остановке патрульной машины у нее открывается задняя дверь и из салона нетвердой походкой выходит человек. Далее он исчезает из кадра, а чуть позже из другой двери выходит полицейский и замечает исчезновение. Департамент полиции по данному факту сообщает, что случай произошел 19 сентября на пересечении улиц Карбышева и воинов-интернационалистов. Сотрудники патрульной полиции увезли в медицинский утрезвитель мужчину, который был задержан за мелкое хулиганство. Воспользовавшись остановкой патрульной машины, нарушитель покинул автомобиль, но сразу же был задержан и доставлен в пункт назначения. По данному факту местной полицейской службы проведено служебное расследование. Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире через неделю. На эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале Алау Ютуб и подписывайтесь на аккаунт программы. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.